МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Обратная связь. Сегодня глава Чувашии провел прямую линию в социальных сетях. Особая работа. Профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Помнить значит знать. В Чувашском государственном университете имени Ульянова открылась фотовыставка, посвященная строительству сурского и казанского оборонительных рубежей. Сегодня глава Чувашии провел прямую линию в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Часть вопросов жители республики оставили заранее на его странице. Их волнует строительство школ и детских садов, дорог, благоустройство населенных пунктов, транспортное обеспечение, водоснабжение. Некоторые ответы в нашем репортаже. В республике около 8 тысяч школьников учатся во вторую смену. Поэтому строительство школ актуально как никогда. Важная задача, которую я обозначил в том числе в своем послании, это начать строительство важнейших школ для того, чтобы расширить эту проблему. Это прежде всего школа, микрорайон университет, микрорайон Лента, микрорайон Садовый, город Новочебоксарский, Кугеси. Финская долина у нас в работе. Скорее всего, мы его в этом году не начнем. Но работы по проектированию, по формированию технического задания начаты. Еще один злободневный вопрос. Водоснабжение населенных пунктов Чувашии. Колодцы меляют, родники загрязняются. Потребность в централизованных сетях великая. Во многих районах идет реконструкция водонапорных башен. Реанимирован проект завершения Шимуршинского водовода. Это неотъемлемая часть экологической безопасности. На прямой линии подняли вопрос транспортного обеспечения между населенными пунктами. Пассажирские перевозки сейчас в стадии очередного реформирования. Оно должно пройти безболезненно для жителей муниципалитетов. Правительство контролирует процесс, ответил глава республики. Затронули и вопрос экологии в Новочебоксарске. Прошедшей зимой от жителей неоднократно поступали сигналы о запахе хлора на улицах. Убежден, что мы в обозримом будущем, в течение полугода, будем понимать, где находятся источники этого явления. И очень верю в то, что к следующему зимнему сезону мы исключим источники такого рода таких непонятных явлений. Поэтому я каждый сигнал, который поступает из города Новочебоксарска по поводу неприятных запахов, воспринимаю очень эмоционально, я вам честно говорю. И каждый сигнал мы рассматриваем очень внимательно. И хочу сказать всем жителям города Новочебоксарска спасибо за вот такую совместную работу, потому что нам сейчас в рамках возбужденного уголовного дела каждый сигнал очень важен. Вкладчики обанкротившегося Чувашкредитпромбанка стали получать первые выплаты. Об этом тоже были вопросы на странице главы Чуваши. Насколько мне известно, на сегодняшний день первую очередь выплачено примерно на 89%. То есть вот первую очередь. Далее у нас вторую очередь. Наша задача прежде всего ускорять процесс банкротства. А процесс банкротства это прежде всего распродажа того имущества, которое есть. По моим сведениям, если у нас удастся реализовать все по тем ценам, которые зафиксированы, в принципе все средства третьей очереди получат и реализуют свое право возврата своих средств. Поэтому здесь вот, к сожалению, возможно не очень утешительный ответ, но это правда. Еще одна из злободневных тем зимы – рост количества бродячих собак в муниципалитетах республики. Олег Николаев подчеркнул, что сейчас действует федеральный закон, исполнять который обязаны местные администрации. А у них порой нет на это средств. Решили сделать несколько пунктов по приему и временному содержанию вот такого рода животных, в том числе бесхозных собак. И они будут располагаться на различных территориях и будут носить межмуниципальный характер. Все это мы реализуем за счет бюджетных средств Чувашской республики. То есть на уровень региона подняли такие полномочия. И эти работы начнутся уже буквально с этого года. То есть уже проектные работы запущены. И эта работа будет реализована в течение 2022-2023 года. Важно, чтобы мы, конечно же, сами проявили гуманность, люди, живущие в Чувашской республике. И если мы заводим животных, то, конечно же, относились к этому ответственно. Прежде всего, на стадии принятия решения о том, что какое животное мы берем к себе домой. Если на самом деле мы животных заводим, то, конечно же, за ними надо ухаживать. И ни в коем случае не допускать, чтобы они стали бесхозными. Освещение улиц, выделение земель многодетным семьям, медицинское обслуживание. На эти вопросы жители тоже получат ответы. Обратная связь будет работать в постоянном режиме. Татьяна Молокова, Республика. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах готов внедрять новые отечественные технологии при операциях на позвоночнике у детей. Об этом стало известно во время визита в Чувашию Сергея Виссарионова, директора Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Генриха Турнера. Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Турнера занимается разработкой новых хирургических технологий, направленных на лечение детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника. Опорным регионом для практической реализации этих разработок стала Чувашия. Это современные технологии. На самом деле в детской травматологии, ортопедии этого нет. Ряд спинальных систем, которые разработаны, аналогов их нету в мире даже. Сегодня состоялась первая операция с разработанными нами отечественными металлоконструкциями. Специалисты федерального центра, который возглавляет Николай Станиславович, готовы к этим внедрениям. Специалисты обучались и у нас, и мы неоднократно приезжали, проводя здесь совместные операции. В республике и дальше будет проводиться работа по созданию комфортных условий для лечения и реабилитации юных пациентов. Публичные слушания по самым актуальным проблемам стали обычной практикой для органов власти. Чтобы не ошибиться в решении, стоит послушать разные мнения. В Чебоксарах обсудят будущее прибрежных территорий век Чебоксарки, Сугутки и Трусихи. Дискуссия состоится 13 марта в Театре оперы и балета в формате открытой проектной сессии. В обсуждении примут участие эксперты, архитекторы, проектировщики, экологи. Прибрежные территории рек Чебоксарки, Сугутки и Трусихи должны стать комфортными общественными пространствами. Идея благоустройства малых рек Чебоксар была высказана главой Чувашии на встрече с представителями строительных компаний в прошлом году. Как оформить банкротство через МФЦ без суда и госпошлины? Об этом жителям республики рассказали эксперты на прямой линии в Национальной библиотеке республики. Трансляцию могли посмотреть в соцсети ВКонтакте и в многоконфункциональных центрах. Болезнь, увольнение, инвалидность. Причиной банкротства может стать сложная жизненная ситуация. Иногда единственная возможность избавиться от непосильного долгового времени – оформить банкротство в рамках закона. С 1 сентября 2020 года физические лица могут использовать внесудебное банкротство по заявлению через МФЦ. Это новый институт, правовой механизм, который позволяет гражданам абсолютно бесплатно заявиться в Национальной центре. То есть, поэтому тематика, она абсолютно новая для республики. В прошлом году по сведению Национальной центра забортилось 20 человек. В текущем периоде, то есть, получалось за исчёкшее время 10 человек. То есть, в принципе, тема, она актуальна, она нова. И поэтому мы призваны, соответственно, по-моему, очень гражданам для того, чтобы они смогли использовать свои права конституционные. Оформить банкротство через МФЦ может гражданин, у которого общий размер долгов составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Если сумма больше, финансовый крах можно оформить только в судебном порядке. В расчёт общей суммы входят долги по займам и кредитам, налогам и сборам, договорам поручительства, алиментам. Чтобы подать заявление, нужно прийти в МФЦ. Специалисты объяснят, какие документы необходимо заполнить. Юлия Важенина, Дмитрий Салманов, Республика. В период пандемии мошенники стали активнее совершать преступления в сфере IT-технологий. За последнее время их количество увеличилось в разы. И способы обмана доверчивых граждан постоянно меняются. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают. Вернуть деньги обратно очень сложно, поэтому будьте бдительны. Способы совершения преступлений, связанных с использованием или применением расчётных пластиковых карт и средств мобильной связи, становятся всё более разнообразными и изощрёнными. Как правило, жертвами мошенников становятся наиболее незащищённые слои населения. Лица преклонного возраста – подростки. Хотя на удочку мошенников попадаются и люди среднего возраста. Рост таких преступлений отмечается в разы. По итогам двух месяцев этого года мы фиксируем рост этих преступлений на практически 17%. Зарегистрировано по городу уже 364 таких преступлений. Ущерб только за два месяца составил свыше 38 миллионов рублей, практически 39 миллионов рублей. В прошлом году был зафиксирован ущерб в размере 171 миллиона рублей. Это существенные денежные средства, которые теряют наши граждане. Звонят не по одному разу, а несколько раз. Дошло до того, что представляются как сотрудники правоохранительных органов. При звонке используют IP-телефонию и вставляют номер городской того региона, с какого, например, потерпевший. Представляется сотрудником, который, например, известен, работает в этом подразделении. Это в основном руководители, которые в открытом доступе на сайтах находятся в ведомстве. И говорят, что мы вам вернём, мы поймали мошенников, образно говоря. Системы правоохранительных органов никогда не просят перевода каких-либо денежных средств. Никогда. Сценарий у всех разный. Например, Эмиль Вовне когда-то помогли поправить её здоровье в частной клинике. Мошенники позвонили и сообщили, что якобы та организация не лицензированная, и ей положена компенсация в размере 200 тысяч рублей. Но чтобы получить эту сумму, нужно сначала заплатить. Так женщина за месяц перевела им 75 тысяч, после чего обратилась в правоохранительные органы. Вчера они мне позвонили, и опять говорят, что надо какую-то сумму перевести, чтобы ваши деньги поступили на ваш счёт. Я говорю, у меня денег больше нет, переводите мне на карту. Скажите номер карты. Я сказала, этот номер. Я не понимала, в чём это всё делает. Опять позвонила Елена Сергеевна, и она говорит, срочно заблокируйте карту. Позвонила Сбербанк, карту заблокировали. Злоумышленнику самое главное получить полное сведение по банковской карте. Номер банковской карты и оборотные цифры на этой карте. Всё, больше ему практически ничего не нужно для того, чтобы списать все денежные следствия, которые находятся на счету. Если к вам или вашим близким поступил подобный звонок, узнайте фамилию сотрудника, позвоните в полицию, в дежурную часть, и уточните, совершался ли от них подобный звонок. Рекомендуется заканчивать подобные звонки сразу же. Напоминайте престарелым родственникам правила безопасности. Кроме того, имейте в виду, что участили случаи хождения в обороте фальшивых купюр, в основном пятитысячных, так как на ощупь их тяжелее всего распознать. Правоохранитель рекомендует записывайте людей, от кого вы получили деньги наличными. Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, будьте внимательны и бдительны. Екатерина Шиверова, Виолетта Александрова, Республика. Двое жителей Чебоксар признаны виновными в организации незаконного игорного бизнеса. Суд вынес обвинительный приговор 35-летней женщине и ее 55-летнему знакомому. Следствием установлено, что в период с марта 2019 по июль 2020 года они подыскали помещение, установили там 11 игровых автоматов и привлекли к работе операторами нескольких человек. В результате преступной деятельности они получили незаконный доход около 390 тысяч рублей. Благодаря оперативному взаимодействию следователей Следственного управления Следственного комитета России по Чувашской республике и сотрудников УФСБ России по Чувашии в июле 2020 года незаконная деятельность злоумышленников была пресечена. Причастность сообщников к этому деянию доказана совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе их показаниями, показаниями свидетелей, заключениями проведенных по делу судебных экспертиз, а также другими материалами дела. Приговором суда им назначено наказание в виде штрафов женщине в размере 500, а мужчине в размере 550 тысяч рублей. 12 марта свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. В Чувашии их около трех тысяч. На территории республики действуют 11 исправительных учреждений. Какие задачи стоят перед уголовной исполнительной системой, расскажут мои коллеги Татьяна Трофимова и Юрий Марков. Смирля приказываю вступить в караул по конвоирной осуждению. По маршруту номер 45 начальник караула капитан Арсентьев. По маршруту номер 46 начальник караула капитан Иванов. Задача не допустить побега осужденных из-под охраны. С такого построения начинается каждый рабочий день сотрудников отдела конвоирования. Перед заступлением в караул все получают оружие. Оружие к осмотру. Оружие отрежено. Осмотрено. Задержка, спуск, предохранитель, пистолет к карамеру. Отработка боевых приемов тоже ежедневная работа. Силовые тренировки помогают поддерживать физическую форму. Ведь надо быть всегда на чеку, чтобы предупредить возможные чрезвычайные происшествия. Преступников перевозят в специализированных машинах разной вместимости. Самый большой автозак на 32 места. Товарищ капитан, спецавтомобедж с внутренней стороны смотрел. Замечаний нет. Мини-камеры в салоне находятся под видеонаблюдением и под контролем самих конвоиров. Рядом с ними четвероногие помощники. Осужденные не должны проносить запрещенные предметы. Видеокамеры также выводятся на пульт начальника караула. Водитель-сотрудник и начальник караула находятся в кабине. Сам состав караула находится, как правило, у нас в Кунге специального автомобиля. Что контролируют они, как и размещение осужденных, и в пути следия поведение за осужденными контролируют. Состав караула до пяти человек. Не отвлекаться ни на секунду. Быстро принимать решения. Это профессиональные обязанности конвоиров. Осужденных перевозят из одной колонии в другую. И в пути может произойти все, что угодно. Работать в режиме постоянной готовности нелегко. Мой личный состав, я считаю, на сегодняшний день каждый из них понимает, где он проходит службу. У меня нет ни одного сотрудника, так называемого постороннего, случайно сюда попавшего. Они все понимают, что от каждого из них зависит полная картина и положение дел в подразделении. За весь период существования подразделения не допущено побегов осужденных при конвоировании, попыток побега, нападения на личный состав караула. Сейчас конвойный отдел УФСИН Почувашии – это около 60 специалистов. Охранники, кинологи, водители. Свой профессиональный праздник многие из них встретят на службе. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Республика. Весна – время преображения. Вместе с природой расцветают и женщины. Раскрыть их красоту во многом помогает благотворительный фонд Ани Чижовой. Вместе со специалистами бьюти-индустрии он реализует проект «Преображение». Его участницы – мамы неизлечимо больных детей. На один день отвлечься от хлопот и проблем, окунуться в атмосферу красоты и праздника. Они редко могут себе это позволить, но сейчас как раз пришло время. Помогает им в этом целая команда профессионалов – стилисты, визажисты, парикмахеры, мастера маникюра. Очень редко мы уделяем время себе, а здесь удалось почувствовать себя еще более красивой, эмоциональной. В общем, супер, что есть такой проект. Я очень благодарна всем специалистам, которые трудились над нами. Бьюти-день для мам особенных детей прошел очень результативно. Женщины не только расслабились, но и получили заряд энергии. Анастасия Щеглова призналась, что в зеркало смотрится нечасто, но сейчас сама себе нравится. Благодаря команде суперспециалистов, которые создали новую область, новую меня. И глядя на себя в зеркало, я не могу налюбоваться. К стойкости этих женщин можно только позавидовать. Они помогают своим детям жить. А день, потраченный на маленькие радости, только придаст им дополнительные силы. В Чувашском государственном университете имени Ульянова открыли фотовыставку, посвященную строительству сурского и казанского оборонительных рубежей. Эта выставка формировалась силами сотрудников и студентов, родные которых были непосредственными участниками событий 41-42-х годов. Ее основой легли архивные документы, фотографии, воспоминания. Их сохранили в большинстве семей. Я горд и рад тем, что одна из частей этой экспозиции непосредственно отражает роль и место моего деда и отца в том великом деле, которое должно было обеспечить нашу великую победу. Деду было более 50 лет, а отцу было всего 15 лет. И вот в таком возрасте запрещено было, так, реально в этом возрасте участвовать, а его привлекли. Здесь нет ничего лишнего. Экспозиция, посвященная трудовому подвигу, построена в хронологической последовательности. Места, строительство, численность людей, временные рамки. Не упущен ни один факт. Наталья Николаева одна из первых передала семейные фотоархивы для выставки. Вот это самое главное, что мы в людях смогли зажечь огонь гордости и радости, так скажем, сопричастности к тем событиям. Я думаю, что благодаря университету это будет еще больше пролонгироваться, потому что молодежь всегда являлась носителем, так скажем, трендов в обществе. Выставка станет передвижной. Ее ждут в школах республики. Екатерина Шиверова, Алексей Зотиков, Дмитрий Салманов, Республика. Рисунки юных художников из Чувашии включены в онлайн-выставку «Музея Победы». Они размещены на официальном сайте музея. Они размещены на официальном сайте музея. В электронную экспозицию вошли лучшие работы участников всероссийского конкурса «Мой любимый музей Победы». До 28 марта интернет-пользователи могут проголосовать за понравившиеся работы и поддержать своих земляков. Авторы трех рисунков, набравших наибольшее количество голосов в каждой возрастной категории, получат приз зрительских симпатий. Всего же на конкурс было прислано более 700 работ из 63 регионов России. Итоги конкурса объявят 30 марта. Рисунки победителей будут использованы для создания полиграфической рекламной продукции. 49 спортсменов Чувашии претендуют на ежемесячную стипендию главы региона. Соответствующий проект подготовлен Кабинетом министров Чувашии. С 2021 года ведущие спортсмены Чувашии, члены основного юниорского и юношеского состава в сборных команд России, впервые начали получать ежемесячные стипендии главы республики. Поощрение от 7 до 25 тысяч рублей положено 43 спортсменам. Среди них и уроженка Ядринского района. Студентка пятого курса, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Ирина Баймулкина. Помимо тренировок и активного участия в соревнованиях, девушка успевает заниматься и с юными спортсменами. Мы эту стипендию ждали очень. В месяц у нас 25 тысяч, так как раньше мы выступали только за Москву. И сейчас благодаря этой стипендии мы выступаем за Чувашскую республику. И мы очень рады этому, что мы представляем свою республику. Всего в Федерации тяжелой атлетики Чувашия на данный момент 7 стипендиатов. В дополнение еще одна спортсменка у нас попала тоже в списки сборных команд после недавно прошедшего Кубка России. В Старом Москве проходил Кубок России. И там вот у нас мастер спорта Мышовая Любовь тоже заняла 6 место, но она попала в списки сборных команд. Кабинетом министров Чувашской республики подготовлен второй проект распоряжения, где планируется назначение стипендии 49 спортсменам по 9 видам спорта. Велоспорт, легкая атлетика, спортивная борьба, современное пятиборье и другим. Ульяна Питакова, Татьяна Раевская, Георгий Кривошейн, Республика. Это были главные новости пятницы 12 марта. Хороших вам выходных. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»